Разбитое окно, облупившаяся штукатурка, поваленный забор. Внешний вид дома номер 5 по улице 8 марта оптимизма не внушает. Территория явно заброшена. Вполне возможно, что дом находится в аварийном состоянии. Но утверждать наверняка мы не можем, поскольку его техническую оценку пока не проводили. Из позитивного в здании только смайлик за моей спиной. Это место, похоже, стало пристанищем маргиналов. Пустые бутылки валяются как на территории, так и внутри помещения. Само здание в муниципальной собственности. Ответственные за его содержание отсутствуют, пояснила наша редакция председатель КУМИ Ирина Брусова. Нежилое помещение включили в план приватизации на будущий год. Однако продажа нежилого здания существенного дохода в бюджет города не принесет. 175 квадратных метров вот такого здания не стоит ровным счетом ничего. Ну, то есть, там, миллион, может быть, полтора мы выручим за это здание. Значит, под этим зданием, 175 квадратных метров, находится земля в размере 9 соток. С точки зрения градостроительных нормативов, на нем можно возвести до трех блокированных жилых домов, то есть три блока. Коммуникации на улице подведены, инфраструктура развивается. Наглядное тому подтверждение детский сад, что стоит напротив нежилого помещения. Для казны города будет выгоднее реализовать земельный участок на аукционе с видом разрешенного использования для строительства блокированного жилого дома, считает Петр Смирнов. На заседании Думы он выступил с предложением исключить здание из плана приватизации. Это нежилое здание. И когда, так сказать, покупатель этого здания приобретет его в собственность, он будет вынужден оформить договор аренды земельного участка для эксплуатации нежилого здания. Администрация у нас очень неохотно, будем говорить так, меняет вид использования с нежилого на жилое, имеется в виду и самой земли. И будущий собственник этого здания попадет, скорее всего, в очень непростую ситуацию с точки зрения, если он захочет построить там жилье и продать. Этот вопрос вызвал бурные дискуссии народных избранников с представителями администрации. В частности, Игорь Кузнецов назвал предложение продать нежилое помещение как наименее привлекательное для городской казны. заброшенного помещения перенесли на заседание профильного комитета. Мы будем следить за развитием событий.